В горячем ключе сотрудниками ФСБ задержан вор в законе Куса. По словам источников, в руки силовиков попали записки Бессор Уставского о том, что Шакра сыграл не последнюю роль в восстановлении его воровского титула. В горячем ключе задержан вор в законе Шалва Азманов, известный в криминальных кругах под кличкой Куса. Законник знаменит своим родством с Шакрой молодым. Правоохранители провели широкомасштабную спецоперацию. В задержании Куса участвовали не только спецслужбы, но и местные МВД. Сейчас Азманов доставлен в Москву. Ему вменяют ч. 2 статья 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Речь идет об инциденте пятилетней давности, когда в ходе разборок с администратором автомойки на улице Полярной в горячем ключе законник выстрелил своему оппоненту в левую ягодицу. Тогда историю замяли за примирением сторон. Но сейчас, по некоторым данным, нашлись свидетели, готовые дать показания. Это тем более примечательно, что на Куса уже висит срок за оружие. В декабре прошлого года он получил два года условно за незаконное ношение пистолета, которым угрожал посетителям одного из краснодарских баров. Там Азманова и задержали приехавшие на вызов полицейские. Впрочем, на этот раз, по мнению источников, вору в законе грозит более серьезная статья. Интерес правоохранителей к внучатому племяннику Шекра Молодого на самом деле связан, по словам источников, с недавней попыткой последнего восстановить воровские полномочия 35-летнего бесика Квенихидзе, он же Бессор Уставский. Напомним, последний содержится в исправительной колонии особого режима номер 7 станицы Панецкая Красноармейского района Саратовской области. По некоторым данным, в руки силовиков Паполя записки Квенихидзе, которые он разослал по российским колониям, в которых сказано, что Шекра сыграл не последнюю роль в восстановлении его воровского титула. Посредником же между Бессо и Шекра выступал именно Куса. Не исключено, что теперь последнему грозит срок по новой статье, недавно появившейся в Российском уголовном кодексе. Речь идет об ужесточении ответственности для лидеров преступной среды, в частности для воров в законе, после издания соответствующего президентского указа.